Друзья, всем привет! Сегодня у нас в гостях потрясающий гость, он потрясает, в общем-то, практически всем. И на прошлой неделе, мне кажется, он потряс весь мир российского фридайвинга тем, как он выступил на Кубке России по фридайвингу. У нас в гостях Михаил Брянцев. Миша, я тебя приветствую. Всем привет! Слушай, потрясающее, конечно, выступление, вот, реально взбудоражил, мне кажется, всех. Ты выступал во всех четырех дисциплинах, и во всех четырех дисциплинах ты показал очень классные результаты. Во всех дисциплинах у тебя были пи-бишки, и в двух дисциплинах ты установил новые национальные рекорды. Я не буду сразу задавать такой вопрос, как тебе это удалось, это очень будет долгий ответ. Вот, я, во-первых, тебя очень искренне поздравляю с этим. Ты такой пример очень целеустремленного спортсмена. Вот, интересно за тобой наблюдать, ну, от года к году. И прошла неделя, да, практически после соревнований, чуть меньше, там, четыре дня. Как ты себя чувствуешь? Приехал домой, все в порядке? Ну да, все отлично, восстанавливаюсь потихоньку. У меня обычно где-то дня четыре занимает восстановление после Питера, но это даже не с физической частью связано, а больше, вот, что с перестройкой часовых поясов. Вот, поэтому я стараюсь понедельник отсыпаться, вторник отсыпаться, и вот в среду я уже как-то потихоньку, там, выхожу, выхожу из дома, выхожу на работу, там, может быть, какой-то зал, там, начинаю ходить, кардио что-то такое делать. Ну, в общем, чтобы сильно долго не засиживаться, вот, я стараюсь. Где-то среда-четверг, да, у меня обычно вот такие дни, это уже, я, можно сказать, хорошо восстановился, вот, и в целом можно дальше продолжать потихоньку плеваться. Сам доволен выступлением своим? Ну, конечно, доволен, ну, тут что говорить. Все получилось, что хотел? Я сделал, что хотел, это на самом деле была программа «Максимум», когда я ехал на соревнования, вот, и в целом я по динамическим дисциплинам сделал все, что планировал. Я уже примерно понимал по своим результатам на тренировках, что я делаю. Вот, и исходя из этого, я понимал, что, ну, можно, можно что-то делать, можно куда-то плыть подальше, потому как, ну, в целом результаты сравнимы с чемпионатом мира в Корее. Там плюс-минус пару метров в каждой дисциплине, плюс пару метров, вот, и поэтому по Брасу уже было понятно, по Брасу уже было понятно, что в разножках можно разворачиваться, вот, и разворачиваться с такой осознанной головой и проплыть чуть подальше. Вот, ну, а в Моноласте, в Моноласте, ну, там, так скажем, это был, это была программа максимум, прям максимум. То есть непонятно было, доплыву я туда, не доплыву я. Я понимал, что я смогу развернуться, вот, но доплыву я до середины, доплыву. Но получилось, как получилось, и в целом я, то есть это был нарок осознанный, и выход был осознанный. Бывают выходы неосознанные, скажем. Вот, поэтому все здорово, я очень доволен, естественно, но на самом деле, как бы, как это говорится, пожинать на лаврах пока рановато. Сезон еще идет, и все будет, все будет видно дальше, как все пройдет. Будем надеяться, что это не какая-то единовременная вспышка. Вот, и сейчас главное не переусердствовать. То есть на этом подъеме, на этой мотивации, главное маленько осадить, вот, и чуть-чуть, так скажем, с головой подойти к дальнейшему, к дальнейшей подготовке. Это так, и, ну, вот, в том числе, как бы, вот эти твои результаты, они потрясают, потому что, ну, по сути, ты вот побил те рекорды, да, ну, один свой рекорд в разногах, другой Саши Костышина, которые были установлены, ну, скажем так, на более, ну, как бы, ответственных, что ли, стартах, потому что, ну, как бы, кубок, как правило, это такой промежуточный старт все-таки, а дальше идет чемпионат, и, как правило, там уже ребята выкладываются, ну, на полную катушку, ну, и, конечно, там чемпионат мира, к примеру, вот, а это все-таки кубок, да, там февраль, еще середина сезона, вот, а ты уже, по сути, побил там, ну, и свой рекорд, свои все рекорды, да, и Саши Костышина рекорд, ну, вот, ты, вот, кстати, знаешь такой вопрос, ну, не знаю, может, глупый немного, но хочется тебя в этом видео понять, ну, и тебя, и чтобы ребята тебя лучше узнали, вот, ты, вот, чему больше рад в моноласте, то, что ты проплыл 275 метров, или то, что ты, ну, побил рекорд Саши и установил новый национальный рекорд? Ну, этот рекорд более значимый, конечно, для меня, нежели рекорд в разножках, но, как бы, объективно, что тут лукавить, как бы, все мы стремимся показывать максимальные результаты, вот, и если это получается, и это получается рекордом, то, ну, почему нет, вот. Я очень этому рад, что так получилось, и говорю, что я рад, что это получилось осознанно, то есть весь нырок был прям такой, что я его помню, не такой легкий был нырок, как на разножках, например, но, тем не менее, нырок получился, и получился хорошо, и по технике, и по дрифтайму, то есть все задачи именно по нырку, как плыть, они были выполнены, вот. И, ну, как результат, то, что это получилось, можно сказать, в начале таких ответственных стартов, в начале сезона, ну, если можешь, что тянуть-то, как говорится, вот, поэтому тут, мне кажется, ну, получилось хорошо, вот, этому, еще раз говорю, я очень доволен, поэтому, ну, что, тренируемся дальше. Я посмотрел все вот эти твои нырки с кубка, и мне даже показалось, на самом деле, что даже вот эти рекордные, да, нырки, ты, тем не менее, выходил с запасом, ну, дойдя, к примеру, да, там, до четвертака, вот, это было и в Брасе, 175 метров, то есть, мне казалось, ты увидел эту желтую отметку, середина бассейна, ну, и сразу вышел, и Моноласте примерно так же, вот, это так или нет? Ну, я говорю, эти метры, что в Моноласте, что в Брасе, что в Разножках, я примерно себе представлял, что я могу их проплыть. Ну, и, видимо, какая-то установка у меня в голове отложилась, что да, я там черточки эти видел и выходил. Вот, но Моноласте 100%, то есть, я дальше не хотел плыть. Не хотел не потому, что вот не хочется, мне тяжело, а... Достаточно. Есть определенного рода эйфория, которую я пока не могу перебороть, когда я разворачиваюсь 250, то есть, у нас есть, у меня есть, давай так скажем, чувство разочарования в том, что я плыву, и мне очень тяжело, а не должно быть так тяжело. Это, ну, на каких-нибудь там не очень хороших ногах. И также есть чувство эйфории, когда я плыву и разворачиваюсь 250, я понимаю, что еще могу плыть. И вот это чувство эйфории, чувство разочарования по эмоциям, что одно сильные эмоции, что другое сильные эмоции. Вот, поэтому нужно сглаживать и те, и те. Вот, и поэтому я пока еще не научился, я научился бороться с первым, ну, учусь, так скажем, но не научился пропускать через себя второе. Вот, поэтому здесь тоже очень надо аккуратно. Вот, и нужно быть аккуратным там, где еще не было. Вот, поэтому здесь нужно потихоньку, шаг за шагом. Это точно. Ну, смотри, одна из целей этого видео, ну, как я себе ее представлял, это познакомить тебя, да, как человека, да, потому что многие знают, что есть такой спортсмен Михаил Брянцев, вот. Ну, я думаю, что за пределом там, того региона, где ты живешь, тебе не так хорошо знают, вот. И хочется о тебе рассказать, чтобы ты и сама себе рассказал, вот. Поэтому, ну, немножко расскажи о себе, ну, такие банальные вопросы. Сколько тебе лет, где-то родился, там, на кого учился, вот. А мне 38 лет. Родился я и живу в Красноярском крае. Единственное, что родился я маленько в другой части Красноярского края. Родился я на севере, в городе Дудинка. Это рядом с Норильском. Ничего себе. Ты в Дудинке родился? Да. Офигеть. 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 Место суровое. Место суровое, да. Но в шестилетнем возрасте мы оттуда уехали. Родители уехали с семьей. Переехали сначала в небольшой городок, вот рядом с Красноярском, 150 километров, Зеленогорск называется. Закрытый город. Там, можно сказать, детство мое все прошло. До студенчества вся школа, техникум. Вот. В Красноярск приехал учиться, отучился, сходил в армию и начал работать. Вот, в целом, так скажем, краткая история. Во фридайвинг я попал в 30 лет. В 30 лет мы познакомились с супругой, с моей Зоей. Ее, кстати, тоже, я думаю, отлично знают. Мы с ней познакомились и в период романтических отношений начальных мы начали ходить, искать там какие-то активности. И в том числе нашли фридайвинг. Вот. Почему нашли фридайвинг? Не такое популярное занятие, казалось бы. После видео на ютюбе, вот этого известного, когда Гиом ныряет в голубую любезну, в блюкол на Багамах. Вот после этого я, ну, как-то у меня щелкнуло, я загорелся. Нашел на тот момент тренер, с которым мы сейчас тренируемся, с Иваницким Владимиром Владимировичем, он преподавал курсы для подводных охотников. То есть это даже там не базовый курс фридайвинга был. Он тренер скоростников, дайвер там со стажем огромный. И, ну, у нас подводные охотники, у нас подводных охотников много в регионе. Вот он для них типа курсов делал. Ну, по сути, базовый курс фридайвингу. Вот, мы у него вот учились, и потом года два у нас было такое, то есть мы то занимаемся, то не занимаемся, потому что фридайвинга не было в Красноярске, в принципе. А сами как-то пытались, Владимир Владимирович пытались ходить, но у него там своих забот тоже там куча, он тренирует скоростников. Потом там дайверы у нас ребята начали тренировать. Ну, это все вот в рамках базовых знаний, там, не более того, там, по дну ползали туда-сюда, там, ныряли, по лобхате дышали, там, и так далее. Вот. А потом, по прошествии, наверное, там, двух-трех лет я уже подумал, что... То есть мне интересно было, я подумал, что нужно развиваться уже куда-то дальше. Нашли новосибирских ребят, Серегу Стофеева, Грифишу, Василькевича, съездили к ним, там, они небольшой семинарчик там устраивали, там у них поплавали, познакомились со всеми. Потом на Урал я съездил на курс, к Жене Бутову Зою Головня устраивала. И потом, после этого, начался сезон, в котором мы уже все прям, мы там с девочкой с одной тренировались. Зоя на тот момент от фридайлинга отошла в сторону материнства. Вот. Поэтому девочка у нас тоже тренировалась, Настя. Мы с ней решили подготовиться вот к чемпионату на Урале, который в феврале проводился обычно. Вот, подготовились, приехали и выступили. В целом даже выступили достаточно удачно. Потом я поехал, а потом был чемпионат края, где мы там втроем, по-моему, выступали. И потом я поехал на чемпионат России, где я выполнил КМС. А это был 2018 год. Вот, собственно, с этого и началась вся моя спортивная деятельность, а потом засосала. Да. И, ну, до этого спорта, то есть это, наверное, самый часто задаваемый вопрос, наряду с тем, сколько ты можешь не дышать. Чем ты занимаешься до. Был я спортсменом до фридайлинга. Спортсменом я не был. Были какие-то эпизодические занятия, там, в спортзале, качалка. Ну, в целом, ну, все. То есть, там, ну, в детстве понять, там, борьба какая-то, там, единоборство, там, еще что-то, там, игровые виды спорта, там, как все ребята. Вот, но какого-то уровня, там, даже КМС, а мастера у меня нет. Ни по какому спорту. Кроме фридайлинга. Зато теперь, да. Зато теперь есть, да. Круто, круто. Слушай, ну, вообще здорово. Многие, да, так, приходят, когда посмотрели что-то на ютюбе, вот, ну, вдохновились, а теперь, получается, ты сам вдохновляешь. Я думаю, что вот это видео привело очень много людей во фридайлинг, скорее всего. Потому что оно когда-то вот появилось, когда еще вот, ну, не знаю, сейчас, наверное, там все смотрят ныльки глубинные, там, с дайфаем эти, там, Алексея Молчанова, там, Наталья Молчанова. На тот момент, то есть, ну, практически, там, 8-9 лет назад такого не было. Вот. Но видео само по себе очень вирусное такое, очень заряжает. То есть, музыка там подобрана, и видеоряд очень крутой. Посмотрите, если кто не видит. Из этого я, в общем-то, вижу, что фридайлинг тебе чем-то понравился, да, вот, на первоначальном этапе. Хочется понять, чем? Ну, если брать вот те три года, которые мы, так скажем, рекреационно занимались, он мне нравился и тянул. Ну, вообще, в целом, под водой мне нравится находиться. То есть, мне плавать под водой здорово, над водой плавать мне менее здорово. То есть, мне проплыть километр кролем, ну, это надо договориться маленько с собой. Тем более, без ласт, если это вообще. Вот. А под водой все здорово. И я всегда чувствовал вот это расслабление, вот это, как говорят, что после, там, трудового дня нужно опуститься под воду, там, маленько полазил, чуть там дыхание позадерживал, и эмоции негативные, как бы, отходят. Я вот это всегда чувствовал. Всегда мне нравилось и дыхание задерживать. Вот. То есть, вот эти ощущения, которые у меня были, там, в фазе комфорта, и, там, в первоначальных фазах дискомфорта, они мне нравились. Вот. А потом, когда уже пришли спортивные достижения, ну, это меня очень сильно смотивировало. Вот. Потому как и прогресс был достаточно большой поначалу. А это меня смотивировало, и в целом до сих пор меня это помотивирует. То есть, я, может быть, закрываю какие-то свои, там, детские гештальды, вот, по поводу разрядов спортивных достижений. Но сейчас уже останавливаться, ну, было бы странно. Ну, да. Но сейчас-то ты продолжаешь кайфовать? А сейчас это больше, конечно, превратилось в рутину уже. То есть, это моя, можно сказать, даже не знаю, основная, не основная. Ну, короче говоря, одна из основных работ моих. То есть, наряду с обычной деятельностью, которую я там трудовой веду, тренировки во фридайвинге, ну, они, наверное, даже скорее на первый месяц. То есть, я сначала иду тренироваться, а потом, если время остается, иду на работу. Вот. Это уже в такую рутину превратилось. Ну, рутину, которая мне не доставляет беспокойств, так скажем. Это нормально, я просыпаюсь утром, тренируюсь сейчас по утрам, просыпаюсь утром, иду на тренировку. Потом занимаюсь рабочими, там, своими делами, вечером загораю детей, приезжаю. Ну, то есть, обычный день обычного человека. Вот. А тренировки удовольствие доставляет, когда я вижу результат тренировок. Последний год я много времени уделяю спортзалу, пачалке. Вот. Я вижу, как я меняюсь сам по себе. Ну, то есть, тело меняется. Это тоже доставляет определенное удовольствие для меня. Потому как я раньше занимался, и, ну, маленько, видимо, там, неправильно занимался. Сейчас я с тренером занимаюсь. И сейчас мне это, ну, то есть, результата больше сейчас. Вот. Ну, и плюс тренировки в бассейне. Все бывает там по-разному. Результаты в бассейне на тренировках – это нормально. То есть, мы когда-то уставшие, когда-то не выспавшиеся, когда-то наоборот на подъеме сил. Когда тренировка получается, то все здорово. Ну, когда не получается, я тоже понимаю, из-за чего не получается. И еду исправляю, и пытаюсь что-то сделать. Вот. Ну, и как результат соревнования, на которых выступаешь. Вот. И там уже эмоции тоже, они зависят от результата. Если результат хороший, то у тебя мотивация тренироваться дальше, идти дальше, достигать большего. А когда результат оставляет желать лучшего, то у тебя мотивация что-то исправить. Вот. Поэтому все отлично. Никогда у меня не было просто провальных выступлений, такого, что все, я ухожу из спорта, там, еще что-нибудь, зачем мне нужен этот фридайвинг. Нет. Глупости все это. Всегда была мотивация подумать, почему так получилось. Вот со стороны, глядя на тебя, как ты выступаешь на соревнованиях, на твоей соцсети. И, честно говоря, я думал, что ты уже стал прямо профессиональным спортсменом и нигде больше не работаешь, как обычный человек на обычной работе. Но по факту это не так, да? Ты продолжаешь чем-то заниматься помимо. Да, у меня был период в начале моей карьеры, когда я работал и пятидневку, и своим делом занимался. У меня есть небольшой бизнес, который занимаюсь. Вот. И спорт. И в том режиме, в котором все это происходило, о восстановлении можно было мало думать. То есть там поспать бы нормально, и уже хорошо. То есть и с семьей времени мало проводил. Вот. И вообще в целом как-то уже маленько подзагнался. Вот. Поэтому три года назад я основную работу от восьми до пяти оставил, уволился. Вот. И сейчас продолжаю свое дело развивать. Оно никак не связано со спортом. То есть это совсем отдельная тематика. Ну и спортом занимаюсь. Вот. Но с каждым годом, вот школу мы открыли два года назад. Ребят тренируем. Сейчас потихоньку там онлайн тренировки начинаем внедрять там, кто обращается. Потихоньку-потихоньку времени все больше у нас. У меня уходит именно на спорт. Вот. То есть все равно деятельность, она как-то будет требовать внимания, но как-то, может быть, перестроиться получится. Получается, спортом ты не занимался. Фридайингом занялся примерно восемь лет назад и достиг потрясающих результатов. Вот. Как ты считаешь, все ли это могут? Вот. Каждому ли это под силу? То есть это зависит только от целеустремленности, настойчивости, там, правильности тренировок или все-таки у нас у всех есть какой-то там, ну, вложенный в нас потенциал, который мы можем реализовать, ну, как бы, ну, в большей или меньшей степени? В любом случае, если говорить там обо мне, я думаю, присутствует какая-то доля одаренности. То есть просто вот как-то так получилось, что даже, может быть, не в плане задержки дыхания, в плане моего настроя. То есть я спокойный человек абсолютно. Я не конфликтный, я позитивно стараюсь на все посмотреть. То есть я могу там что-то где-то там рассудительно, методично делать. То есть я не импульсивный абсолютно. То есть мой склад характера такой, что я спокойный. Причем это и как я спокойный негативным мыслям и действием, так и позитивным. То есть я не такой, что там эмоции из меня там бурлить будут, прескиваться. Нет. Это для фридайвинга отлично подходит. То есть такое вот на расслаблении, на лайке, вот все это именно копилку. Плюс, ну, мне в детстве всегда на медосмотрах говорили, что у меня объем легких больше, чем у сверстников. Ну, вот пригодилось. По поводу того, что каждый ли может достигнуть результатов, ну, есть проверенная теория. Если вы занимаетесь там и уделяете в день 20 минут какому-то делу, но методично каждый день, то по прошествии пяти лет вы будете в этом деле разбираться лучше, чем 90% всех остальных людей в мире, то и 95%. Вот, поэтому если регулярно уделять внимание фридайвингу, тренироваться, найти правильного тренера, изучать методики, изучать себя в первую очередь, и тренироваться, не обращая внимания ни на что другое в плане отвлечения, да, там, какие-то там другие деятельности, или там, а сегодня я захотел сходить на тренировку, а завтра на другую тренировку сходил, а через год я там попробую футболом, может быть, заняться там, а еще через год я там на серфинге хочу, там, по фридайвингу у меня за год я не проплыл 250 метров, ну, значит, не мое. Нет, занимайтесь, тренируйтесь, куча примеров таких, люди, которые занимаются там, ну, 10, 12, 15 лет и плавают далеко. Вот. То есть какого-то своего прогресса, максимума, вы, определенного, да, на то, что вы сейчас готовы, вы достигнете, там, ну, не знаю, 2-3-4 года в основном на это, потом уже, так скажем, тонкие настройки идут, вот, работа с дискомфортом, работа с собой, с расслаблением и так далее, вообще это все во фридайвинге. Техника, физика, это все очень важно. Казалось бы, зачем там фридайверу сильные мышцы, а нет, нужны, оказывается. Ну, да, когда-то там, ну, когда я там начинал заниматься фридайингом, 10 лет назад, ну, была, да, такая теория, что в целом лучше быть таким худым, субтильным, поменьше мышц, они много едят кислорода, но потом с каждым годом фридайверы становились все мощнее, 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 Леха накачал себе огромные ноги, вот, ну, и вы тоже, да, то есть я вот помню, когда я ездил на чемпионат мира, там, в Белград, там, Дима Сметанкин там был, вот, ну, по сути, мы были одной комплекции, я не помню, какой год, ну, типа, там, 16-й, там, ну, что-то такое, а сейчас мы, конечно, очень сильно отличаемся с Димой, вот, он, похоже, из зала не вылазил, вот, ну, и ты, да, очень мощный, по сути, такой, ну, как бы, атлетичный, и это помогает, это видно. Это помогает, да, это помогает работать, просто возьмите, проанализируйте видео топовых пловцов всех, там, сравните дайв тайм, сравните, сколько циклов они работают, понятно, что все по-разному, у техника у всех разная, и так далее, но все равно видно, как люди работают, видно, как работают мышцы, вот, насколько техника ломается к концу, заплывала, вот, это все, все можно посмотреть. Потому что у тебя техника, вот, на этих стартах была близко к идеальной, ты и после 250 плыл со скольжением, тем же двухударным дельфином, как и все остальное, и это, конечно, круто. Ну, вот, это результат работы в зале, и результат работы в бассейне с грамотным тренером. То есть у меня тренер, мне, я считаю, там, нам очень повезло, что нас Владимир Владимирович тренирует, он заслуженный тренер, там, кучу мастеров, международников, рекордсменов выпустил, то есть он это все знает, вот, и одно плюс другое дает вот такой результат. Сколько раз ты ходишь в зал, что ты там делаешь, ну, там, какие упражнения, грубо говоря, то есть, ну, на что, ну, зачем фридайеру зал, вот так, и что там делать в этом зале? Зал у меня два раза в неделю, помимо бассейновых тренировок, и один раз в неделю я велосипедом занимаюсь, мне очень нравится ездить на велосипеде, летом на улице катаемся, зимой в зале на станке. Ну, вот я пару лет назад познакомился с триатлонистами, купил себе велосипед хороший, шоссейник, вот, наматываю километры, да, вообще кайфую от велосипеда. В зале два раза в неделю, один день у меня чисто день ног, и один день у меня вверх тела, то есть это руки, спина, пресс, грудные, все по-разному, на самом деле, именно вот методику от сезонности зависит, то есть где-то я набираю мышцы, где-то там на многоповторку перехожу, то есть нужно сначала набрать, потом прорабатывать. Ну, нету такого, что постоянно там примерно там 8 повторений там какие-то там. Нет, такого нет, у меня повторений от, там, грубо говоря, там 2-3-5 повторений до 20 повторений, да, или там уже переходим на время работы, там не на повторения, а на время работы. Вот, вот, и, ну, такой работы больше, на самом деле, то есть работа на такую, с небольшим весом, но много повторений, либо какая-то там статодинамика, вот, ее больше. То есть сначала мы там месяц-сорк можем понабирать, потом пару месяцев прорабатывать. Ну, примерно, примерно так. И в бассейне у тебя, по-моему, 4 тренировки, ты говоришь? 3. 3 тренировки и, ну, раз где-то, сейчас раз там в 3-2 недели я хожу на статику. Ну, статику так, скажем, я сейчас опционально маленько. Раньше ходил каждую субботу, сейчас статику убрал. Вот раз в 3 недели хожу, лежу в свое удовольствие и все. Вот, и, ну, мне стало такое, в таком режиме мне больше нравится. Я как будто бы лучше отдыхаю, то есть нет одной тренировки, лучше, лучше восстановление, больше восстановление. Статику я добираю сухими, сухими тренировками, сухой статикой и включаю там отдельно пару раз в недельку. Вот, и все. Получается 3 бассейна, 2-3 зала. Бассейна, 2 зала, велосипед. Но при этом у тебя есть же дни отдыха, да, полностью, когда ты ничего не делаешь? Да, у меня четверг и воскресенье, законные выходные, в которые я вообще ничего не делал. И я стараюсь даже и минимизировать работу в эти дни. То есть я стараюсь высыпаться, прям отлеживаться, какие-то встречи, еще что-то я все стараюсь переносить. Вот, и то есть этот день прям такой у меня свободный ото всего. Восстанавливаться надо. Восстановление, вот главной моей ошибкой было раньше, это отсутствие хорошего восстановления. То есть мне казалось, когда я там, ну для понимания, я в 18-м году первый раз проплыл на соревнованиях, а в 19-м году я выиграл чемпионат Европы в разножках, и проплыл уже тогда 257 власти. И мне казалось, что я сейчас еще докину 3 тренировки в неделю и проплыву 300. Вот, мне говорили о том, что вряд ли так будет, но я как бы думал, да ну нафиг, я же тренируюсь. Все, я чувствую себя хорошо, я высыпаюсь, все нормально, я встаю в 6 утра, иду на тренировку на первую, потом иду работаю, потом иду на тренировку на вторую, в 11 часов приезжаю домой, ем, в 12 ложусь, в 6 встаю, иду, так всю неделю, я себя отлично чувствую, неправильно выиграть. Вот такими вот настойчивыми действиями, как я понимаю, угодил ты в перетренд? Такими, да, угодил, причем угодил, но даже не такими. На таких у меня было, так скажем, просто плато, которое я, ну плюс при этом я тренировался неправильно, видишь, у меня тренера именно по фридайвингу, по специфическим нагрузкам, у меня его не было, и сейчас нет. Вот, и все, что там, то, что я знаю, это все наработано, так скажем, своим опытом, и опыт того, как делать не надо, он у меня, наверное, большой достаточно багаж. Я много еще практиковал там всяких проныров длинных, частых, вот, что тоже категорически не стоит делать. Вот, поэтому, да, был самый жесткий перетренд у меня был, сейчас скажу, когда? 2021 год. Да, не так давно. Да, после чемпионата России, сначала Федерации фридайвинга, потом Кмассовского чемпионата России, ФСРовского, но там было прям так не очень хорошо, то есть, энергии были очень жесткие по напряжению, и результаты, то есть, я наплывал там какие-то там 230-240 метров свои, но это на том фоне, что я уже два года столько плавал, а в один год я там 265 плавал в власти, это в 2020 году было на чемпионате России и на Федерации фридайвинга. Вот, был апрель, а нам надо было ехать в Белград, в июне, по-моему, да. Вот, и тогда я просто расслабился, съездил в Дахаб на инструкторский курс в мае, вот, приехал, там месяц подготовки было, на котором мы там какую-то технику плавали, там, гиперкакнические, про нервы, то есть гипоксию особо я не плавал, и в целом, ну, восстановилось, то есть, тогда вот я там два вторых места привез оттуда, тоже, по-моему, 265 я проплыл в Моноласе, и 253, это вот тот год, когда я 10 сантиметров проиграл. Витамеру. Займут. Понятно. Ну, я думаю, что ты, ну, парень опытный, и, ну, даже и в тот момент ты, ну, пользовался какими-то инструментами для отслеживания, как бы, своего, там, ну, восстановления, сна и так далее, или нет? Ну, сейчас-то ты точно этим всем пользуешься, и чем именно? Тогда я особо ничем не пользовался. Сейчас я использую часы обычные, умные у меня, вот, ну, Samsung часы, вот, которые показывают и уровень стресса, и уровень сна, как я спал. Не знаю я, насколько они точны, ну, то есть, вот, насколько именно можно сказать, что, да, там, ты плохо спал, или, там, да, у тебя, там, сейчас стресс, хоть ты себя чувствуешь хорошо, но часы показывают стресс, значит, иди лежи. Наверное, нет, потому что, ну, бывали дни, когда я утром просыпался и чувствовал себя, там, великолепно, а часы показывали сон не очень. Там, наверное, есть какие-то факторы определенные, потому что я просыпался, там, не знаю, вставал. Но также были и дни, когда они показывали суперкруто, но я просыпался, и у меня усталость была. Вот, но основную направленность посмотреть можно. То есть, если у тебя, там, регулярно на протяжении недели заркаливает стресс, хотя ты ничего особо не делаешь, или у тебя сон нестабильный, там, какой-то, да, там, находится, там, ниже среднего уровня, это повод задуматься. Вот, то есть, стоит ли, там, дальше продолжать нагружать себя, может, надо, там, отдохнуть 3-4 дня, подвосстановиться, походить, погулять и так далее. Вот, в то время я этим не пользовался ничем. В то время, ну, мы проходим ОМО, где вот эту геометрию, да, как она называется, снимают. Там, в целом, ну, у меня всегда показывал, там, легкий уровень нагрузки, ну, просто потому что ОМО проходит в то время, когда, ну, нагрузка должна быть. И, естественно, когда мы, там, сегодня тренировались, а завтра с утра мы идем на ОМО, ну, я думал, что, ну, в целом, оно должно так показывать. То есть, ну, нагрузки же есть. Понятно. Вот. На пульс, наверное, да, еще? Если там. Ну, на пульс, на пульс я смотрю, но пока он у меня не вызывал никаких нареканий, пульс в покое. У меня там вечером 50 ударов, может быть, спокойно. С утра тоже у меня нет такого, что колочится сердце, там, я не могу его остановить. Наоборот, ну, все как бы нормально. То есть, с этим у меня проблем не было. Не, ну, это как тоже один из индикаторов там. Да, да, бесспорно. Да, но я его смотрю, но, говорю, пока не беспокоило. Окей. Как выходить из этого состояния? Отдыхать. То есть, нужно просто это принять, понять и идти отдыхать. Другого варианта нет. Снизить полностью нагрузки, отдохнуть какое-то время, прям вообще без тренировок. И потом потихоньку начинать вливаться. Это то же самое, как с болезнью, знаешь, вот, простываешь, и кажется, ну, вот, нет температуры у тебя, ну, можно же потренироваться, пойти. Ну, и что, что сопли? Ну, и что, что горло болит? Нет. То есть, надо дать организму отдохнуть. То есть, простуда – это тоже результат какого-то сбоя в иммунной системе. То есть, организм, видимо, нагруженный, иммунитет дал сбой, поэтому надо, там, подснизить нагрузки. Может быть, там, какую-то тренировку, там, заменить домашней, там, не знаю, тренировкой, там, что-нибудь легкое, там, подышать, какую-то гимнастику, да, там, обычную дыхательную сделать. Если уж прям сильно надо. Вот. Но лучше всего в неделю точно отдыхать. После перетрена то же самое. Ну, то есть, отдыхаешь, восстанавливаешься, потом потихоньку начинаешь, там, давать какие-то небольшие нагрузки. Все. И смотришь, как организм на это реагирует. Это у меня, на этом перетрение, мне все говорили, там, слушай свой организм, прислушивайся, вот, видишь, как получилось. Вот ты не слушал организм, вот получилось, перетренировался, там, заболел, там, еще что-то. Вот, я, идя на очередную тренировку, выхожу с машины, иду и думаю, блин, как было бы сейчас классно, вот, не пойти на тренировку, а пойти пиво пить с друзьями. И думаю, такой, да, ну, типа, как тренировку, там, променять на бар, там, на какой-то. Потом думаю, может, это организм мне подсказывает, может, это то самое время, что мне надо задуматься над тем, что организм сейчас подсказывает. Поэтому, слушайте внимательно, когда-то можно и сходить, я думаю, в бар, то есть тут ничего такого нет, все в меру, главное. Так можно далеко зайти, да, с таким желанием. Как мне кажется, вот, перетрен во фридайинге, он такой, ну, как бы, достаточно специфичный, то есть это же не перетрен, как правило, от такой огромной физической работы. Ну, тут еще гипоксия, как бы, накапливается. Тут у нас психика работает очень хорошо, то есть, ну, по сути, то, чем мы занимаемся, нормальному человеку, как бы, ну, плохо. То есть мы задерживаем дыхание, нам организм говорит, дыши. То есть это сигнал тому, что, ну, то есть организм тебя спасает от утопления. Вот, а мы стараемся договориться со своим организмом, чтобы, что здесь ничего нет критичного, что если мы хотим дышать, то мы еще можем там проплыть и так далее, и так далее. Вот, и в том числе, вот, у меня перетрен выражался в том, что я просто на очередной тренировке, я проплываю 100 метров, и мне до того становится вот невыносимо вот это терпеть, вот, просто на каком-то другом уровне. Что я там просто выходил и говорил, все, ребят, я домой пошел, как бы, я сегодня не буду. Вот, тут, да, вот именно в голове у нас, то есть нам мозг отложит такие блоки вот на вот это действие, если мы переусердствуем, что потом с этого будет выйти сложнее, чем с физического какого-то перетрена. То есть здесь очень важно понимать, что вот это все психология, и она, ну, такая, как бы, нужно очень-очень тонко это все чувствовать, очень-очень тонко понимать, что с тобой происходит, и можешь ли ты дальше это делать, вот, или стоит отдохнуть. Поэтому это все вот у меня накопилось из-за моих вот там длинных частых нырков. То есть я когда, я помню еще, я на чемпионате России в тот год, мы стояли, разговаривали с Алексеем и Сашей Костышиным, и я им рассказывал, как я тренируюсь, и они там, ну, сказали, что мы так не тренируемся. Вот. Поэтому тут надо очень все лучше посоветоваться с кем-нибудь. Ты вот говоришь, что не было у тебя там тренера, и сейчас нет, но при этом, ну, где-то я слышал, да, в интервью, по-моему, да, каком-то. А, недавно вы в Питере, Марине Романовой, да, там, устраивали такие мастер-классы, и, по-моему, ты там говорил о том, что, ну, вот у тебя был период какого-то иностранного тренера, да, там, с которым не очень у тебя получилось тренироваться. Нет. Тренер у меня, ну, вот Владимир Владимирович, именно по бассейну, по технике, с иностранным тренером у меня была программа «Малины». Да. Его, да, программа, то есть есть у меня программа, которую он, ну, не знаю, сам он тренируется по ней или не тренируется, но это программа, типа, для уже, там, про-атлетов. Вот. Я пробовал по ней тренироваться, протренировался там полгода, но что-то как-то не зашло мне. Там, вот, там как раз-таки достаточно много длинных именно нырков, и причем длинных нырков вплоть до самих соревнований. Вот. На мне это не сработало. То есть, маленько не так. То есть, там, под 90 процентов, ну, что мне сейчас, там, 250 плюс нырять перед соревнованиями и ехать на соревнованиях, я вот сейчас даже, ну, не воображу себе такого. Да. Вот. Поэтому, возможно, на каком-то другом или на нем это срабатывает. Возможно. А, видишь, тут еще, может быть, какая-то закалка именно тренировочная играет роль, да? Может, он, там, вот, 15 лет своей карьеры, он именно вот на этом тренировался, и он просто себя закалил вот этими длинными нырками, и его уже не берет, там, не знаю, ныряние по 100 метров, там, с отдыхом в минуту, да? А его, вот, именно берут, там, не знаю, там, нырки по 250 плюс. Когда он, там, пару раз в неделю нырнет эти нырки, и все, вот, ему хорошо. То есть, ну, такой, как бы, максимализм. Может, у него вот так это работает. Не знаю. Но на мне, на мне точно не сработало. Я могу нырнуть длинный нырок, но очень нечасто сейчас. То есть, там, раз, в две, в три недели какой-нибудь, там, 200 плюс я могу нырнуть. Крутость вашего тренера еще ничего не означает, правильно? Ну, особенно вот такая дистанционная, что ли, как бы, работа, когда тебе просто программу какую-то дают. Ну, что, ну, крутость тренера, она же не всегда определяется регалиями тренера. То есть, есть ребята, которые, там, сами в спортивной жизни, там, свои были КМСами, вот, а тренируют международников и доводят людей до международников, до мастеров, там, в плавании еще где-то. Тут же нужно исходить от ученика. То есть, нужно понимать, с кем ты работаешь. То есть, кто твой подопечный. Я говорю, вот, ну, у меня просто, может, спортивного прошлого из-за того, что нет. Я, вот, ну, вот, так, скажем, относительно бережный какой-то тренинг, там, именно, там, в гипоксии сейчас, там, пропагандирую. Вот. Если взять, например, там, вот у нас в команде есть Миша Дроздов. Вот, ну, слышал, знаешь, наверняка 8 по 50, 16 по 50, там, 4 по 50, ну, сейчас там все мировые рекорды. Ну, это машина мышечная. То есть, ему такой тренинг, наверное, как я тренируюсь, он его не то, что не почувствует, он, это разминка для него. То есть, тот километр, который я наплываю, там, полтора на тренировке, они разминаются километром. Вот. И делают так два раза в день. Ну, период, там, подготовки, да, какой-то, там, сборов еще чего-то. Вот. Поэтому, я говорю, тут надо все от ученика исходить. Вот. Они закаленные ребята, они с детства фигачат. Ну, как бы, я маленько про другое. И, ну, на самом деле, во фридайвинге, сам знаешь специфику наших спортсменов, я думаю, что 80% людей, они, ну, есть, конечно, у нас и с плаванием приходят, там, синхронного, там, еще откуда-то. Но в большинстве в своем не плавцы, там, не спортсмены какие-то там в прошлом. Вот. Обычные люди, которые спокойные. Вот. Спокойные люди. Йоги, там, пранаяму проповедуют и так далее. Вот. Вот такое. Вот. Поэтому тут надо, однозначно надо исходить именно от ученика. И, возможно, видишь, эта программа такая массовая. То есть, ты ее покупаешь и, ну, тренируешься. То есть, там никакого введения, там, именно тебя нет. Вот. Есть программа прописанная, да, как в интернете. Там, забей, не знаю, как накачать мышечную массу. Вот тебе там выдаст миллион программ. Вот, наверное, это одна из программ только под фридайвинг подстроена. Мы говорили, да, там, про восстановление. И понятно, что на восстановление хорошо влияет хороший сон. Вот. Но еще также влияет на восстановление питания. То есть, мы должны получать, как бы, энергию. Есть ли у тебя какая-то диета, там, чем-то ты себя ограничиваешь, не ограничиваешь, там, какие-то, не знаю, стоп, ну, там, ну, чего-то ты избегаешь, например, там, ну, я не знаю, там, кофе или, может быть, еще чего-то. Вот. Вот. Сколько раз в день вообще питаешься? Питаюсь я 4 раза в день, 4-5. Набираю необходимые нутриенты по белкам, по углеводам. На жиры особо не смотрю, просто стараюсь не есть жирную пищу сильно. Вот. И, ну, с остальной пищей необходимые жиры там добираются. Белки, углеводы, ну, в целом, ничего такого. То есть, обычная еда какая-то, углеводы, там, стараюсь сложные в основном, если это легкие, там, быстрые углеводы, это, там, бананы, финики. По поводу, там, стоп-продуктов, ну, сладкое люблю очень. То есть, это у меня такое, то есть, у меня борьба со сладким давно идет с переменным успехом, но, тем не менее. С кофе, ну, пью кофе, ну, чашку в день я выпиваю, то есть, по утрам еду, если у меня там, я, если не перетренировка, я могу выпить, там, или после тренировки я могу чашку кофе выпить. То есть, тут ничего такого. На этих стартах, кстати, я даже кофе у себя не вырезал, я после, после стартов мы шли в кафе, я брал себе чашку кофе, пил. Вот. Надо, как говорится, не демонизировать это все. То есть, не нужно упираться там в какие-то аскезы, отказываться от чего-то, если вам это приносит какие-то негативные мысли, негативные последствия для вас. То есть, если вы мучаетесь, то не надо. То есть, нужно не мучиться, а просто все в меру. Вот. По поводу восстановления, питания, вот набирать необходимое количество белков, жиров и углеводов, набирать необходимое количество сна, пить достаточно воды, и на самом деле это 90% вашего восстановления, а то и 95%. Вот. И минимизировать стрессы. Казалось бы, все очень просто, что там сложного, да, поспать 8 часов в день, покушать достаточное количество еды. Ну, так скажем, правильный. У меня, могу показать сумку-холодильник, с которой я хожу уже там не один десяток лет, со студенчеством, наверное, как начал работать. Вот. В столовых не ем. Ну, то есть, в повседневной жизни, понятно, там можно где-нибудь там с ребятами посидеть, там кафе, рестораны, ясно. Вот. Но на обед в столовую я не хожу никогда. То есть, я себе утром набираю еды на весь день и хожу ее весь день кушаю. Вот и все. То есть, у меня там, ну, посчитано примерно там необходимое количество белка, необходимое количество углеводов. То есть, необходимое я набираю. Сверху тоже может быть что-то, да, ну, там бывает. Я же говорю, я со сладким борюсь, но не всегда я выиграю. Вот, да. Но в основном, в основном, то есть, необходимое количество я набираю. И, ну, я тоже пришел к этому, на самом деле, не сразу. То есть, я там пытался и худеть, и пытался и набирать. Вот. И когда худеешь и ограничиваешь себя, сочетать это с физическими нагрузками... Сложно. Сложно. Да. То есть, восстановления достаточного не будет. Если ты набираешь форму, вот, нужно хорошо кушать. Хорошо. Достаточно кушать. Вот. Поэтому не занимайтесь ерундой. Там, когда говорят, что мужики там, не знаю, по 1300-1200 калорий в день там потребляют. И думают, почему у них не растут результаты. Потому что мало едите. Ешьте больше, набирать вы не будете. Если будете выдерживать там необходимое количество, а не сверх там, да, чего-то там наедаться или напиваться, вот. То не будете выходить. У вас метаболизм будет нормально работать. И вы все это будете переваривать. Все это пойдет туда, куда надо. Не в жир, а в энергию. И спите хорошо. Спите достаточно хорошо. Попробуйте проанализировать свой сон. Я этим тоже когда-то озаботился. По поводу сна почитал, поизучал. Не сильно много, не сильно прям глубоко я в это вник, но я понял, что мне надо ложиться там с 10 до 11, грубо говоря, и вставать с 6 до 7. Вот. Это тот период, когда надо спать именно. Вот. Спать в проветриваемом помещении, чтобы мне жарко не было. То есть я люблю так попрохладнее, чтобы было. Лучше там укрыться посильнее, попрохладнее. Вот. И тогда я отлично прям высыпаюсь, отлично восстанавливаюсь. Ну, в целом, ничего сложного. Конечно. Ты же в Дудинке родился. Конечно, попрохладнее. Дудинка. Дудинка, да. Ты сам готовишь или Зоя тебе? Ну, что-то сам готовлю, что-то Зоя. Ну, я в еде тоже особо непривередливый. Я могу там в течение недели кушать одно и то же спокойно. То есть мы там в воскресенье, наверное, можно наготовить мне чашку там, тарелку каких-нибудь там макарон, кастрюлю наварить там и мясо нажарить на неделю. Я буду всю неделю это есть там. То есть у меня достаточно очень простой такой рацион. У меня яйца, мясо, каша, хлеб, протеин. Вот я там, для чего, чтобы белок добрать. Вот в целом и все. То есть я там, ну, салат какой-то еще там, овощей там, пострюгаю себе как бы и все. То есть в этом плане я вообще, мне не надо первое, второе и компот. Вот. Не привередливые. Во фридайинге, да, там есть разные аспекты, ну, там, не знаю, есть там гипоксическая устойчивость, гиперкопническая, там, физическая форма, твоя подготовка. Вот. Не знаю, там навыки расслабления. Хочется, знаешь, как бы, ну, как будто бы рейтинг какой-то составить, что важнее из этого. Просто глядя на тебя, например, да, вот так со стороны, не возникает ощущения, что ты сильно занимаешься расслаблением. Но ты об этом постоянно говоришь, что это очень важно. Очень важно. Ну, вообще, ты сейчас вот упомянул все самые важные аспекты. Это расслабление, это физическая тренированность твоя, мышечная именно. То есть это работа, ну, кто-то может эту работу сделать в бассейне, да, например, как Саня Максимов, он говорит, я в зале не тренируюсь, я спортсмен с детства. Я все, вот, то, что вы говорите про зал, я могу все это сделать в бассейне. Пожалуйста. Но для меня это зал, то есть именно накачка, прокачка мышц. Расслабление, зал, техника. Без техники тоже вы сильно прогрессировать, там, сложно вам будет без нормальной техники. Ну, в целом, наверное, и все, что там еще. То есть умение расслабляться. Да, умение расслабляться в критических нагрузках, это очень важно. Это, тут даже именно не про гипоксию речь идет, по большому счету. То есть умение расслабляться, ну, к примеру, там, возьмем там Машу Альшевскую, да, которая занимается вот этой холодовой практикой, закаляется и так далее. То есть я думаю, что во многом ее успех во фридайвинге, ну, не зависит, как сказать, а пришел в том числе через вот эту практику. То есть она вот в этой критической ситуации может расслабиться и может отпустить, так скажем, голову расслабить. Что вот ей холодно, но она головой понимает, что все хорошо. А есть люди, которые вот заходят в холодную ванну, там, под холодную воду, и они холодно, холодно, и побежали дальше куда-нибудь. А она пять минут там спокойно сидит, там, вот еще и дыхание задерживает. Вот об этом речь, что на каких-то критических нагрузках ты можешь спокойно оценивать, что с тобой происходит. То же самое и при очень жесткой гипоксии. Если ты сможешь добиться того, что ты в этой жесткой гипоксии не будешь гонять себя в какую-то агонию, а будешь именно стараться расслабиться, тебе пришел дискомфорт и расслабился. То есть показатель дискомфорта должен быть показателем твоей расслабленности. Все, не более того. Я этому учусь еще. То есть у меня, ну вот сейчас что-то где-то я начинаю, ну я надеюсь, что я думаю, что я начинаю. Вот, возможно, это еще и не так. То есть, скорее всего, есть другие там уровни расслабления, скорее всего, которые еще там недоступны. Вот, но это все нужно практиковать. И это только через тренировки. Через тренировки каких-то, через практики, заходы в какие-то состояния, не критические. Но при этом уже с намеком-то на какую-то гипоксию, с намеком на какой-то дискомфорт. А у тебя такие тренировки, они в бассейне проходят или не только? Они в бассейне проходят, да. И дома я там сухую статику лежу. Многие говорят, что для них сухая статика – это просто там смерти подобно. Значит, это ваш путь спрогрессировать, скорее всего. То есть, если вы там научитесь получать удовольствие от того, что с вами происходит, то в бассейне вы 100% примените вот эту практику расслабления. 100%. Это у меня тоже так же было. Я статику сухую делать ненавидел вообще. Потом потихоньку-потихоньку начал ее внедрять, что-то делать, что-то смотреть. И сейчас вот я пару раз в неделю ее делаю, расслабляюсь. И это, в том числе, наверное, послужило последним ныркам моим. В бассейне тоже можно все это моделировать. Ну, к примеру, у меня основной прирост дискомфорта идет от 100 до 150 метров. У меня есть тренировки, когда я ныряю исключительно по 150 метров, допустим, прихожу и ныряю 4-5 раз по 150 метров с полным восстановлением. Минут по 10-15 у меня между нырками ходит. Просто отработка, расслабление от 100 до 150. То есть я стараюсь максимально себя в этом расслабить состоянии. Максимально уйти. Расстояние вполне мне посильное. И дальше плыть не надо. То есть здесь нет фактора того, что тебе надо еще после 150 плыть. Вот расслабляешься, хорошо уходишь в себя, прогоняешь это через себя, все состояние. И благодаря вот этому всему потихоньку-потихоньку начинает нарабатываться то самое расслабление. Сейчас, насколько я понимаю, ты такие гипоксические объемы, длинные нырки, их за 2-3 недели перед стартами убираешь. И потом, по сути, многих это пугает, да, то, что, типа, они приходят на старт и такие уже, типа, «А я уже 100 лет это не плавал, а вообще смогу ли я?» и так далее. То есть здесь просто работа с головой, получается, нужна? Ну, слушай, у меня тоже такое было. Когда я долго не плаваю и приеду на старт или уезжаю на очередные соревнования, я думал, как же я вот там давно столько не плавал. А если я поплыву, и что-то пойдет не так? Ну, это просто надо, как сказать, надо так себя настроить. Вот все. То есть ты же 2 недели назад, там, 3 недели назад плыл, все было хорошо, хорошо, ты еще какую-то работу сделал. Можно о твоей форме судить даже по уровню там нырков чистых на комфорте, да, допустим. Если ты просто там на комфорте проныриваешь, там, не знаю, 75 метров, 75-85, и я могу это делать на комфорте, там, вот обычно я зашел в бассейн, сошел на дорожку, 5 минут подготовки обычной вот стартовой, и я плыву там 85 плюс метров на комфорте. Это уже показатель того, что я в нормальной, хорошей форме. То есть тут можно там эстатикой, можно как-то на это смотреть, то есть как ты ведешь себя в дискомфорте. Тут сейчас важный фактор для меня, вот показатель того, что я в хорошей форме, это то, как я расслабляюсь в дискомфорте. И неважно, в каком физическом, гипоксическом, гиперкатническом, не суть. То есть я могу, ну, опять же говорю, я надеюсь, что я могу. То есть я могу, я думаю, что найдутся люди, которые скажут, что ты там ничего не умеешь, и будут правы, скорее всего. Вот, но я сейчас нащупаю вот это все. То есть я вот, если сравнивать там прошлые годы, да, сейчас у меня, вот то, что я сейчас все рассказываю, это, ну, скажем, вот в этом сезоне все применено. Сначала по поводу БАДов. Ну, я думаю, что тут вопрос простой. Всех применяют, короче говоря. Ну, это, ничего в этом такого нет. Там, добрать каких-то витаминов, минералов, съесть омеги-3, там, или Д3, или еще там чего-то. Вот, ну, и наверняка ты тоже это все делаешь. Вот, но вопрос, знаешь, какого рода. Вот на этом Кубке России, там, по-моему, во второй день, там, захожу в туалет, там, перед стартом, в ведре, короче, валяется там эта пачка гипоксена, такой, ну, понятно, кто-то там закинулся, короче говоря, гипоксеном. Вот, ну, и понятно, что это, вроде как, не включен там этот препарат, запрещенный Русадой. Как ты в целом, вот, как человек, как спортсмен к этому относишься? Слушай, ну, я против допинга, естественно. Ну, понятно. И сам допинг никакой никогда не употреблял и не употребляю. А по поводу БАДов и поддержки какой-то, ну, я пью витаминки за счет такого, пью БЦА, использую, там, креатины, использую протеины, там, гейнеры какие-то использую, да. То есть это все, весь спектр, там, спортивных добавок, если он, если мне это надо. В том числе и препараты железа я периодически пропихаю. То есть по поводу препаратов и БАДов, тут советовать, вот, как ты говоришь, там, некорректно. Если я использую, то есть тут ничего такого я не вижу. Если это не запрещено Русадой, вот, и поможет мне, там, для восстановления, вот, то почему бы нет? Гипоксен. Не запрещен Русадой, но это и не витамин С, ну, скажем так. И его эффективность далеко не доказана, короче говоря, но как будто бы у него такое название, как будто бы точно он должен помочь. А если бы был препарат там... Не дышать, не дышать. Написано с этим препаратом, вы поплывете дальше, а там будет витамин С. Тоже некорректно. Ну, не, согласен, я когда сам про гипоксен первый раз услышал, думаю, ну, ничего себе. Вот. Что перед стартом его там кто-то себе закинул? Ну, может быть. Может, ну, чисто психологически для него это сработало, я думаю, 100%. Вот. Хорошо или плохо? Вот. Если он в это верит, наверное, хорошо. А если он потом... Или она. А если он там потом не закинет гипоксен, то все, он перестанет... Вот. Если он потом не закинет гипоксен, да, он может и не проплыть столько. Вот и скажут, черт, я там гипоксен закончился, или его все-таки унесли в запрещенный список. Вот. Против гипоксена ничего не имею, на самом деле. Препарат и препарат. Ну, название такое, да, завлекающее. Вот. Отлично. Почему бы нет? Окей. То есть... Против добавок не имею ничего, но все должно быть по назначению и не бездумно. То есть вы должны понимать, что вы пьете или чего. То есть если вы там, грубо говоря, ну, там омегу и магний, там можно и в целом на постоянной основе, да, принимать. Но если вы там... Ну, тоже же гипоксен вы пьете, да, вы поймите, для чего вы это делаете. То есть вы для восстановления это делаете, вы проконсультируетесь со специалистами. Там нужен он вам вообще, не нужен он вам. Это все должно идти через врача. Однозначно. То есть все, даже вот обычные какие-нибудь поливитамины, сначала сдайте анализы и проконсультируйтесь с специалистом, который сумеет грамотно прочитать ваши анализы и сказать вам, нужно ли вам это вообще или нет. Вот и все. По поводу тренировок в зале. Их нужно бросать перед стартом? Снижать нагрузки надо. И, ну, за недельку, наверное, уже, наверное, не качаться. То есть я, ну, если мы берем обычный распорядок стартов, что он начинает с четверга, то на этой неделе я не тренируюсь. В зале велосипед тоже не кручу в субботу. Крайний раз перед стартами я, наверное, тренируюсь за неделю. До стартов это будет пятница. И, ну, там такие чисто поддерживающие подходы, упражнения. То есть там ничего суперкритичного нет. Ну, естественно, все нагрузки надо снижать. Вообще даже рекомендуют заниматься кардио, делать кардио, допустим, там, ну, не знаю, часа полтора-два в неделю там объема набирать. А потом за две недели, там, за две-три недели убирать это. И организм, ну, то есть какое-то там восстановление будет. Во-первых, кардио нагрузка хорошая сама по себе. И для, там, обмена кислородом, для гипоксии, как ни странно, там, кардио нагрузка тоже она, если у вас будет нормально тренированное тело, сердце, это очень полезно. Вот. И плюс, когда вы ее уберете, у вас будет, ну, то есть какой-то, ну, то есть организм возьмет отдых больше. То есть за пару недель вы уберете нагрузки, там, кардио, и вам, там, через две недели выйдете на какую-то, может, там, компенсацию, там, что-то, что-то типа такого. То есть восстановитесь лучше. Окей. Смотри, вот ты вначале сказал о том, что норок в моноласте отличается от норка в биластах. Один легче, другой тяжелее. Что это вообще, ну, значит для тебя? Ну, то есть это, что значит, легче, ну, там, тяжелее? Тяжелый норок, легкий норок? Тяжелый норок, легкий, давай начнем с легкого, он был в ластах, в разножках, он был для меня прям такой вот, на таком фоне расслабления, вот, очень хорошим шел. То есть я все чувствовал, все понимал, везде расслаблялся. У меня количество циклов было четкое, у меня количество времени, секунд было четкое. То есть все было прям на пятерку. В моноласте по ощущениям было все то же самое, но я весь норок плыл и разговаривал с собой. То есть я, как будто бы, знаешь, как будто, вот, был вот этот внутренний диалог, что именно расслабься, расслабься, все нормально, так, к полтиннику подошли, все, давай разворачиваемся, все хорошо, там, плывем дальше, все, отлично, там, пришел весь комфорт, расслабляйся, там, вот, сто метров, все, разворачиваемся, все хорошо. То есть вот этот внутренний диалог, он, я не мог его остановить. Хотя надо его останавливать, то есть его тоже надо убирать. Фона такого не должно быть. Но, тем не менее, он был, вот, и, ну, все получилось, договориться получилось. — Весь норок 275 метров, а где какие фазы были? — С 75-80 у меня начинается дискомфорт, до 150 он нарастает, и после 150 все, он выходит на какое-то плато, потом даже меньше становится, потом контракции тише становятся. Ну, вот, собственно, как бы, если вот так по отрезкам. Вообще, на самом деле, ну, я раньше, как бы, себе представлял такое, что, вот, для меня зона комфорта, она самая сложная. Потому что хочется ее подальше протянуть, и ты понимаешь, что после этой зоны комфорта будет зона дискомфорта. В зоне дискомфорта, там, что, там уже плохого ничего не будет, вот, она, как бы, наросла еще. Вот, а комфорт пройти, пройти его правильно, хорошо зайти в зону дискомфорта, ну, это тоже своего рода такое должно быть хорошо отработанное действие, чтобы тебя не сбил вот этот дискомфорт, чтобы ты, там, не начал переживать, там, чтобы у тебя не было, там, диалога о том, что сейчас тебе будет плохо, и давай-ка, может, мы выйдем. Вот, то есть, вот, чтобы вот этого всего не было, зону комфорта, в том числе, нужно с ней работать. Как все-таки нужно дышать перед стартом? Ну, надо спокойно дышать, да, вентилироваться не надо, это 100%. После гипервентиляции бывают всякие, все-всякое может быть. Вот, нужно максимально себя успокоить, поверхностное дыхание, вот, глубокий вдох и пошел. Все, все на таком, на очень нейтральном фоне. Когда мы были тоже, да, на этих соревнованиях, вокруг ходило много начинающих фридайверов, у них еще старта не было, но они такие возбужденные, короче говоря, были, что, блин, 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 мне сейчас нырять, что делать? Ой, я так волнуюсь! Вот, что делать, чтобы так не было? Не волноваться? Не волноваться, все просто, все просто. Просто не волнуйся. Да нет, но на самом деле надо понимать, что ты от предстартового мандража не уйдешь никуда. Каким бы ты великим спортсменом не был, сколько бы ты лет стартов не прошел, ну, я не знаю, есть вообще такие, то есть не волнуется тот, кому, либо кто супер уверен в своей победе, но это тоже, либо которому, наоборот, наплевать на все. Вот, если вы нормальный практикующий спортсмен и ждете каких-то результатов от старта, вы от мандража никуда не уйдете. Но это тоже надо, можно тренировать. Вот лайфхак один расскажу, как это все делается. Есть длинные нырки в бассейне. И я, когда в очередной раз ехал на тренировку с длинным нырком, я тоже волновался, потому что я не понимал, понырну я сейчас или нет. Вот у меня запланировано нырнуть 200 метров, а блин, ну это же далеко. А если я не нырну 200 метров, это значит, что у меня форма плохая. И вот это, то есть я прям, ну, было ощущение мандража, как предстартового. Я просто в один прекрасный день подумал, а почему бы мне просто вот не принять это как тоже за тренировку. Не бороться с этим, что там, блин, мне, я волнуюсь, и сейчас у меня на руке получится. А просто принять это как часть тренировки. И даже можно маленько поднакрутить себя психологически, чтобы чуть-чуть подразогнать вот это ощущение. Вот. И, ну, это работает на самом деле. То есть ты уже приезжаешь на старт, уже, ну, такой, не прям, конечно, на нейтрале, на какой-то, но уже, то есть, с пониманием того, что с тобой это уже происходило, и что с тобой вот этот мандраж уже был. Все. Пользуйтесь. Спасибо. Окей, Миш, пора заканчивать. Знаешь, что хочу у тебя спросить? Какие у тебя вообще мечты, цели, дальнейшие? Понятно, что, я думаю, всем понятно, что ты хочешь стать чемпионом мира. Но вот просто о чем ты мечтаешь в плане фридайвинга? Развиваться. Развиваться не только как спортсмен, но и как тренер. То есть я хочу, чтобы и ребят, ребятам опыт свой передавать на протяжении там долгих-долгих лет. Вот. Ну и самому, естественно, тоже развиваться, ставить рекорды, мотивироваться, мотивировать. То есть это и есть, наверное, задача там каждого человека что-то оставлять после себя, да? Ты чему-то учишься, и нужно этот опыт передавать. Вот ты что-то можешь делать, ты можешь людей заразить вот этим действием, как-то это рассказать, как-то это показать. И в целом показать, что нет ничего прям такого невозможного, нужно просто проявить определенную долю усердия. И все. Вот. И, ну, даже я как пример неспортивного абсолютно человека, который там 30 лет весил там 100 плюс килограмм, пил пиво, курил сигареты. Вот. И может вот так все перевернуться. И я на самом деле очень рад тому, что именно фридайвинг появился в моей жизни. И, ну, фиг его знает, если бы он не появился, в каком бы я сейчас состоянии был бы, да, и положении. Вот. Я думаю, что, скорее всего, в каком-то другом. И, ну, я безмерно благодарен этому виду спорта людям, которые вокруг меня, которые и меня в том числе мотивируют, которых я могу замотивировать. Это, ну, на самом деле, прям перевернуло жизнь. Вот. Поэтому занимайтесь фридайвингом. Оно того стоит. А это точно. Это точно. Как насчет глубины? В глубину собираешься? На соревнования? Что-то мне все спрашивают. На серьезные соревнования. Собираюсь я или нет в глубину? Пока не собираюсь. Но сильно глубоко пока не собираюсь. Пока еще есть что сказать в бассейне. Есть чем заняться в бассейне. Буду заниматься в бассейне. А дальше насчет глубины посмотрим. Посмотрим. Но в ближайшем, в обозримом будущем только, наверное, как ну, то есть на уровне, может быть, там на чемпионат России, когда если там будет получаться съездить. Вот. Ну и летом, естественно, у нас водоем глубокий под боком. 40 километров от Красноярска мы, естественно, ныряем, смотрим, развиваемся, с расслаблением работаем и так далее. Там какая глубина? Какая глубина? Да. Ну, с берега 70 спокойно. О, круто. То есть там метров 100 отплыл и глубина... Ну, правда, как говорится, фридайвинг в Сибири это темно, холодно и страшно. Потому что... Там тоже можно зато поработать с расслаблением. Да, да. Это так. Миша, спасибо тебе большое за откровенность, за такой настрой и опять мотивацию. Все, спасибо всем большое за уделенное внимание. Звоните, пишите, развивайтесь. Всяческих тебе успехов, спортивных, неспортивных. Привет, Зои. Ощущают, я думаю, все, ее поддержку и даже не ты. Все знают, как она тебя поддерживает. Ну, я надеюсь, что мы в апреле с ней вместе приедем на чемпионат России и сами спросите. Хорошо. Спасибо, пока. Пока-пока. Пока-пока.